здравствуйте уважаемые учащиеся сегодня мы проводим урок по химии для 10 классов тема сегодняшнего урока азот содержащие органические вещества азот содержащие соединения известны как органические вещества и состав их входит кроме углерода водорода и кислорода еще химический элемент азот к ним относятся нитро соединения амин и аминокислоты белки и нуклеиновые кислоты амин и рассмотрим строение и свойства аминов амин и это производная аммиака n h3 молекуле которого один или два или три атома водорода замещены на углеводородные радикалы примеры аминов здесь вы видите основные структурные формулы и название различных аминов и так первая формула указана формула аммиака n h3 в составе аммиака вы видите три атома водорода и связанный с одним атомом азота и так если получится формула замещение одного атома водорода углеводородным радикалом метилом то получится структурная формула метил амина и так красным цветом указана формула радикала метила и так вы видите что здесь один атом водорода замещен углеводородным радикалом и так вторая формула это диметил амин здесь вместо двух атомов водорода замещается два одинаковых радикала метила и так по-латински два это д и даем название получается диметил амин третья формула это три метил амин мы здесь мы видим что формуле аммиака все три атома водорода замещены углеводородным радикалом х3 метилом и так название по международной системе 3 метил амин четвертая формула это формула этил пропил амина формуле мы видим что зеленым указано углеводородный радикал этил c2 h5 замещается вместо одного атома первого и второй радикал это пропил замещается вместо 2 атома водорода и так получается название этил пропил амин в случаях если имеются различные радикалы в составе структурных формулах аминов то обязательно надо сначала называть более простейший состав радикала а затем уже мы называем более сложный состав радикалы и даем название как мы рассмотрели это вещество был этил пропил амин рассмотрим классификацию аминов амин и делятся по количеству радикалов и конечно по виду радикалов по количеству радикалов существуют первичные амин и к ним относятся метил амин вторичные амин и к ним относятся диметил амин и третичные амин и относится 3-метиламин. По количеству радикалов здесь мы распределили 3 вида аминов. Далее, по характеру радикалов можно перечислить несколько видов аминов. Это предельные амины, непредельные амины, ароматические амины и смешанные амины. В предельных аминах содержатся радикалы углеводородные алканов, а в непредельных радикалы непредельных алкенов или других непредельных соединений. В ароматических содержится радикал ароматического углеводорода, чаще всего это бензола, фенил, и существуют смешанные амины. Рассматриваем предельные первичные амины. Это органические вещества, состоящие из предельного радикала и амина группы NH2. Общая формула R-NH2. Вместо R можно написать углеводородные радикалы разного рода, но в данном случае рассматриваем предельные, поэтому здесь можно написать формулу углеводородные радикалы алканов. Например, метиламин, этиламин, пропиламин, бутиламин. Рассматриваем физические свойства первичных аминов. Начиная с первого атома углерода по четвертый атом углерода, все амины являются газами, запахом аммиака, хорошо растворимы в воде. С пятого атома по девятый атом углерода, это амины, жидкости с запахом испорченной рыбы в воде не растворяются. Существуют еще твердые, это уже амины, которые имеют в составе 10 атомов углерода и больше. Основные химические свойства аминов, это реакция горения. Уравнение реакции горения. Метиламина здесь показано. Итак, продукт реакции это углекислый газ СО2 и вода и плюс еще азот. Два моля азота выделяется. Реакция протекает с выделением энергии, поэтому в уравнении реакции показано плюс Q в правой части уравнения. Второе свойство это взаимодействие с кислотами. Могут с аминами реагировать соляная кислота HCl, азотная кислота HNO3 и серная кислота H2SO4. Рассматриваем реакцию метиламина с соляной кислотой. Итак, мы видим, что продукт реакции это хлорид метиламмония. Полностью водородный атом и хлор в составе соляной кислоты образует более сложное комплексное соединение. И мы видим в данном случае уравнение реакции в правой части. Реакция может идти с водой. Первые четыре амина, которые реагируют с водой, могут реагировать с аминами. Здесь я показала вам уравнение реакции метиламина с водой. Итак, мы видим образование CH3NH3 в квадратной скобке OH. Называется вещество гидроксид метиламмония. Реакция с лакмусом дает синее окрашивание. Вывод. Итак, мы узнали, что амины это органические основания. Получение аминов это реакция зинина. Она происходит восстановлением нитросоединения. Уравнение реакции. Здесь показано уравнение в общем виде. Итак, нитросоединение РНО2 плюс реагирует атомарным водородом и образуется амины с выделением побочного продукта воды. Применение аминов. Амины применяются в производстве краски, лаков, получают лекарства, изготавливают резину, используются в химической промышленности. Итак, переходим к изучению анилина, представителя ароматических углеводородов. Анилин еще называют фениламином. Это ароматический амин, который состоит из бензольного кольца и аминогруппы. Аминогруппа имеет формулу NH2, а бензольное кольцо содержит радикал фенил С6H5. Итак, можно формулу анилина указать в виде общей структурной формулы за счет бензольного кольца, не указывая числа атомов углерода и водорода, и можно указать в виде молекулы С6H5NH2. История создания. В 1840 году Фридше обнаружил, что при нагревании щелочью с синей окраской индиго исчезает и образуется вязкая масса коричневого цвета. Очистив это вещество, Фридше получил быстро желтеющую на воздухе маслинистую жидкость и назвал ее анилином. Примерно в то же время он Фердорбен нагреванием кристаллического индиго получил продукт, который он назвал кристаллином. Фридлиб Фердинанд Рунге в продуктах перегонки каменно-угольной смолы открыл вещество, названное им кианолом. В 1841 году Николай Николаевич Динин открыл способ восстановления нитробензола до соответствующего ароматического амина бензидама. В 1843 году ученый Гоффман установил, что бензидам, кианол, кристаллин и анилин одно и то же соединение. Остановились на названии анилин. Рассматриваем строение анилина. Молекулярная формула, как мы уже узнали, С6H5NH2, название анилин. В структурной формуле анилина мы видим, что у атома азота имеется свободная электронная пара. Эту электронную пару еще называют неподеленной электронной парой. Атом азота сдвигает электронную плотность к бензольному кольцу, то есть радикалу С6H5. Физические свойства. Анилин. Бесцветная маслянистая жидкость. При окислении на воздухе становится светло-коричневого цвета, немного тяжелее воды, мало растворим в ней. Хорошо растворяется в этаноле и бензоле. Температура кипения плюс 174 градусов Цельсия. Проявляет слабые основные свойства. Ядовит является канцерогенным веществом. Получение. В промышленности получает восстановление нитробензола атомарным водородом металлами в кислой среде. Это является реакцией Николая Николаевича Зинина. Уравнение нитробензол С6H5НО2 плюс 3H2 при условии 250 и 300 градусов Цельсия в присутствии катализаторов никеля и меди образуется фениламин или же анилин. Побочный продукт это вода. Второе уравнение реакции это уравнение Зинина, которое было предложено и получено в 1842 году. Из нитробензола при действии атомарного водорода из металлов в присутствии кислот, водного раствора кислот, полученный водород, значит, образует анилин С6H5ННО2 плюс вода. Основные химические свойства. Анилин подвергается реакцию горения. Здесь реакция протекает при доступе очень большого количества кислорода. Уравнение 4С6H5ННО2 плюс 31О2 получается 24СО2 плюс 14H2О плюс 2Н2. В реакции по аминогруппе ННО2 реакция с сильными кислотами. С6H5ННО2 реагирует соляной кислотой с образованием соли. Соль называется хлорид фениламмоний. С6H5ННО3 хлор. Анилин не изменяет окраску лакмуса, так как его основные свойства выражены слабее, чем у аммиака и аминов. Химические свойства по бензольному кольцу или реакции относятся к бромированию. При этом выпадает белый осадок. Анилин, структурная формула здесь указана, реагируя с бромной водой, которая имеет оранжевую окраску, меняет на агрегатное состояние более твердое и становится белым. Это будет 2,4,6,3 броманилин. Реакция идет с выделением бромоводорода. Нитрование. Анилин при участии нитрита натрия и соляной кислоты образует хлорид диазония. Формула С6H5Н, тройная связь Н, которая имеет положительный заряд и присоединяет к себе отрицательный ион хлора. Реакция идет с выделением хлорида натрия, натрий хлор и воды. Диазу соединения можно выделить в виде кристаллических, легко взрывающихся веществ. Благодаря способности диазониевой группы легко замещаться на другие функциональные группы. Эти соединения широко используются в органических синтезах. При взаимодействии водного раствора анилина с кальцией хлоро-2 появляется интенсивное фиолетовое окрашивание. Применение. В настоящий момент в мире основная часть, 85% производимого анилина, используется для производства метилдиозоцианатов, используемых затем для производства полиуретанов. Анилин также используется при производстве искусственных каучуков 9%, при производстве гербицидов 2% и красителей 2%. В России он в основном применяется в качестве полупродукта в производстве красителей, взрывчатых веществ и лекарственных средств, сульфаниламидные препараты. Но в связи с ожидаемым ростом производства полиуретанов, возможно значительное изменение картины потребителей в среднесрочной перспективе. Применение. Основная область применения анилина – это синтез красителей и лекарственных средств. В качестве примера приведена схема синтеза красителя метилового-оранжевого. Реакция протекает в трех ступенях. В первой стадии анилин в присутствии серной кислоты образует сульфаниловую кислоту. Вы видите структурную формулу сульфаниловой кислоты. С боковой стороны, с правой стороны, наш два, группа сохраняется. СО3Н соединяется с левой боковой стороны. То есть это получается сульфаниловая кислота. Во второй стадии сульфаниловая кислота в присутствии НО3 к реакции окисления. И образуется 4-диазол-бензол-сульфокислота. Дальше в третьей стадии 4-диазол-бензол-сульфокислота. Она реагирует с производными аминов и образуется метиловый оранжевый, который имеет очень сложную структурную формулу. Состоит из двух циклов. Между циклами имеется химическая связь с атомами азота, где показана двойная связь. А с боковой стороны мы видим, что есть кислотные остатки плюс еще радикалы. Где еще применяются амины? Для изготовления различных видов красителей. Пластмассы изготавливают, которые употребляются в домашнем быту или вообще в жизни человека. Получают синтетические каучики, яда, химикаты, лекарственные препараты. Изготавливают взрывчатые вещества. Итак, мы с вами рассмотрели основные свойства азотсодержащих соединений, познакомились с аминами и с анилином. А теперь, пожалуйста, давайте перейдем на домашнее задание. Запишите в тетрадях основные задания по изученной теме. Задание первое. Напишите структурную формулу следующих аминокислот. А. Триаминопропановой кислоты. Б. Четыриметилдвааминопентановой кислоты. Повторяю. Напишите структурную формулу следующих аминокислот. А. Триаминопропановой кислоты. Б. Четыриметилдвааминопентановой кислоты. Задание второе. С помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения? Схема превращения указана. Метан образует ацетилен. Ацетилен образует бензол. Из бензола нитробензол. Из нитробензола анилин. И конечный продукт в схеме 2,4,6,3 броманилин. Напишите уравнение реакций и укажите условия их протекания. Повторяю. С помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения? Метан. Ацетилен. Бензол. Нитробензол. Анилин. 2,4,6,3 броманилин. Не забываем. 2,4,6,3 броманилин. Характеризует получение белого твердого вещества. Напишите уравнение реакции и укажите условия их протекания. Решите задачу. Выведите формулу органического соединения, содержащего 53,3% углерода, 15,6% водорода и 31,1% азота. Относительно плотность вещества по водорода. Относительно плотность веществ по водороду равна 22,5%. Такие подобные задания вы на уроках решали. Надеюсь, у вас все получится. Удачи вам! Итак, мы закончили с вами сегодняшний урок. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok